Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот скажите мне, что вы знаете о госзакупках? Уверен, многие из вас слышали о них, некоторые сталкивались с ними, ну и, конечно же, большинство наших граждан относится к ним с большой настороженностью. И не зря, ибо сфера госзакупок одна из самых коррупционных в нашей стране. Если не самая коррупционная. Сначала вкратце поясню, что такое государственные закупки. Так вот, это когда госорганы, объявив конкурс, покупают у частных предпринимателей товары, работы и услуги. И этот рынок просто безмерный. Ежегодно суммарный объем госзакупок в Казахстане составляет несколько триллионов тенге. Огромные деньги, согласитесь. И ежегодно в этой сфере выявляются тысячи нарушений, которые наносят бюджету громадный ущерб. Порой в миллиарды тенге. Достаточно сказать, что в нашей стране госзакупки проводят 25 тысяч организаций. 25 тысяч! И я думаю, нетрудно представить, какой объем, вернее, сколько денег в этой сфере уходит налево в карманы чиновников. Тендеры, проценты, откаты, шапки. Эти слова прочно вошли в наш обиход. Все они означают некую экономическую деятельность в сфере государственных закупок. Вообще, эта сфера давно превратилась в некую легенду, окутанную разного рода историями об участии в них и обогащениях. И нередко эти истории с полукриминальным уклоном. Если говорить по-честному, то коррупция там не только присутствует, но и цветет пышным цветом. Во всех рейтингах именно госзакуп является самой теневой сферой. То есть, хочешь участвовать и выиграть, будь своим, играй по правилам и плати чиновникам проценты, откаты и шапки. Самой больной точкой в этой сфере является, конечно же, проблема большой доли закупок из одного источника. Когда весь процесс заточен под одного поставщика. Напомню, в законе о госзакупках предусмотрено 52 основания для проведения закупок из одного источника путем прямого заключения договора. 52 основания. То есть, заказчик в лице любого госоргана может просто выбрать одного поставщика и с ним заключить договор. И все. И никакого нарушения здесь нет. Все по закону. К примеру, за последние пять лет из одного источника закуплено товаров и услуг на 7,5 триллионов тенге. Ох, вот где бескрайнее поле для коррупции. Ворой не хочу. Какие еще нарушения есть при госзакупках? Завышение стоимости закупаемого товара или услуги. А также участие в тендерах и конкурсах, связанных с чиновниками людей и компаний. Я не буду приводить примеры. Их море в нашем информационном пространстве. Просто покопайтесь в интернете. Чиновники в погоне за набиванием собственных карманов абсолютно не жалеют государственный бюджет. Начиная от покупок элементарных шариковых ручек до строительства больших гособъектов. На всем, на всем делаются, вернее, пилятся деньги. И в каких суммах? Вот, к примеру, обычная шариковая ручка, которая стоит 150 тенге. А закупают их по 450. И список бесконечный. И чем крупнее заказ, тем больше денег уходит налево. И вроде борются с коррупцией в этой сфере, совершенствуют законы, но... И вроде вся система госзакупок, начиная от планирования и заканчивая оплатой, переведена в электронный формат. Все продумано и открыто. Вроде нет места воровству. Так нет же. И здесь умудряются договариваться, обходить, рубить бабло. Неистребимый духом с доимства и коррупции никак не переведет у нас таких персонажей, как тендеры откатовичи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»